От имени мэра города Сергея Сергеева собравшихся приветствовала и поздравила первый заместитель главы Светланы Яровая. Она напомнила, что первое образование мэра – строитель. Глубокое спасибо и благодарность от главы муниципального образования. От себя я расскажу самыми простыми словами. У нас, мне кажется, этот праздник должен быть всенародным. Все россияне чувствуют себя строителями. Они строят дома, ремонтируют, помогают родителям, воспитывают детей, строят им дома. И каждый в душе точно знает, что он строитель. Но именно вы – профессионалы. Именно с вас нужно брать пример. Светлана Яровая вручила почетные грамоты и благодарности муниципалитета лучшим представителям этой профессии, среди которых токари, электрогазосварщики, водители, бетонщики и прорабы, руководители строительных фирм. В числе надежных застройщиков, которых отличают качество и скорость работы, были названы завод железобетонных изделий, фирмы «Вектор», строитель «Фея». Среди награжденных были и представительницы слабого пола. Строитель, казалось бы, не женская профессия, но Людмила Фролова доказала обратное. Она мама шестерых детей и лучший машинист башенного крана строительной фирмы «Фройда». У меня папа на стройке работал каменчиком, поэтому мне это знакомо. Нравится эта профессия. Вам не кажется, что это сложно, это страшно, наверное. Вы же на самую верхотуру забираетесь. Дело привычки. Какие вам дамы приходят стоить? Три этажа, двадцать этажей? Ну, вот самый большой – это «Фройда», двадцать этажей. Вот это мы построили. Наталья Рыженкова – маляр этой же фирмы и тоже получила грамоту за образцовый труд. У меня все дома строители. Папа – строитель, сестра – строитель. Да, я – строитель. Ты здесь работа, наверное, для мамы? Да, да. Мне нравится. В Анапе профессия строитель является одной из важнейших и почетных. Благодаря идеям и рукам этих людей мы живем в красивом и благоустроенном городе. В этот торжественный день для них выступали артисты. Вокальный ансамбль «Россы», ансамбль спортивного бального танца «Альянс», Центр развития ребенка. Песни, танцы, стихи и благодарности за созидательный труд звучали для строителей в городском театре.